Волонтёр по призванию, медсестра и массажист по профессии, она не отказывает никому и сама находится в постоянном поиске тех, кто нуждается в её участии. Светлана Лобанова уже более 20 лет занимается боготворительной деятельностью, хотя бескорыстно делать добро людям начала ещё в детстве. Старалась помогать всем бабушкам, которые живут во дворе. Сначала выносила им помойку, потом ходила за хлебом, потом начала помогать. Вижу, что мама одна с тремя детьми идёт, начала им помогать, приходили к ним, собрала уже команду, как Тимурова команда. Повзрослев, Светлана выучилась на медсестру и стала работать в отделении реанимации. Там тоже помогала пациентам, как могла. Носила домашние бульоны, вязала носки, а затем пошла на курсы массажа. Взяла себе пол улицы своей и всем написала на дверце, приходите, дверь для вас открыта, буду делать всем массаж. И ко мне ходила вся улица. Но я не брала денег, все приносили мне. Кто яблоки, кто груши, кто банки закручивающие. У нас было очень много всего. И эти все банки я раздавала бабушкам, которые оставались одни, ветеранам. Помогает она и руководителю театральной студии школы номер 7 Андрею Коршунову. Ему в связи с заболеванием в последнее время тяжело ходить. Светлана, мне кажется, это человек, который живет вот с этим девизом «Спешите делать добро». И она приходит к тем людям, которые нуждаются в этой милосердии. И это милосердие дает. Светлана вместе с другими волонтерами собирает гуманитарную помощь и помогает нуждающимся. Именно соратники и друзья уговорили ее участвовать в премии «Наша Подмосковья» с проектом «Что ты оставишь после себя». В случае победы Светлана уже решила, что сделает с премией. Я знаю, у меня цель. И еще у меня есть одна девочка, которая 10 лет получила инсульт. На реабилитацию я дам. Во время конфликта в Донецке Светлана собирала гуманитарную помощь пострадавшим семьям. Так и познакомилась с Оксаной Бега. Они с дочкой в 2014 году приехали из Донецкой области, спасаясь от постоянных бомбежек. Нам негде было жить, у нас не было денег. И Светлана предложила нам пожить у нее. Мы некоторое время прожили у нее, пока немножко здесь не стали, не окрепли. Спор помогает нам, чем может, тем и помогает и продуктами, и вещами, и деньгами. Светлана нам помогает, дает нам обувь, нам вещи всякие. Как раз для школы, которой вещи понадобилось, она нам дала делать мне массаж для зрения. Она мне, допустим, делает массаж, а потом зрение улучшается. Наша героиня также оплатила дорогостоящие лечения Оксаны, чем буквально спасла ей жизнь. Деятельность Светланы Лобановой настолько вдохновила женщину, что теперь они помогают людям вместе. Семья Арины Кутилиной тоже не первый год знает нашу героиню. Светлана помогает всей ее семье, а мужа буквально поставила на ноги. Она сказала, приводи, я его вылечу. И вот два года она им занимается, и муж у меня ходит сейчас, здоровый человек. В плотном графике Светланы Лобановой на отдых выделено всего 4 часа в сутки. Все остальное время она отдает благотворительности. За год она сделала 900 бесплатных массажей. Из них 183 человека получают также от нее гуманитарную помощь. Она помогает не только видновчанам, но и жителям других регионов России. И останавливаться на достигнутом не собирается. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Виднет-В.